Всем привет-привет, с вами Флешка, и это Женские Игры, и мы продолжаем развлекаться на карте Грарианс Кайз 2. Да, ребята, и буквально вот вчера ушло обновление, или когда? Ну, в общем, я сегодня такая, давай-ка я запишу серию об обновлении. Окей, окей, загружаю я игру, и тут мне говорят, что 82 или сколько блоков пропали из игры. В общем, что я запомнила, короче, из Агрикрафта убрали ордит и кобальт, вот здесь они у меня росли, здесь, кстати, начала расти всякая фигня, надо убрать палочки, потому что эта фигня может захватить хорошие ресурсы у меня, а мы этого не хотим, правда? Хотя у меня у всех растений устойчивость к сорнякам стоит, но в общем... Что это? Пени... что? Нет, десятки. Надо еще посмотреть, может еще что-то убрали, а я еще не увидела этого. Нет, кажется, все, кажется, все остальное в порядке. В общем, еще пропал инскрайбер, я не знаю почему, вот этот крутой инскрайбер... Вот к новолочи инскрайбер есть, простой инскрайбер есть, а вот тот крутой, который был вообще жестяк, который стэками делал, пропал, пропал. И, ребята, да, я упорота, я упорота настолько, что я подоила 500 раз корову, две коровы. Одна умерла при попытках на меня напасть, так как у меня на броне стоят шипы, и она просто от меня убилась. Тупое создание, серьезно, просто, просто без комментариев. И я готова закрыть вот эти два задания, я вот это все никак не закрывала, ликвид Дэна, Дэна. И молочко, все, есть способ доить коров, есть способ доить коров, сейчас я вам его покажу. Только возьму свой Тауменомикон. В общем, в Тауменомиконе, кстати, из Таумкрафта тоже убрали какую-то вкладку, я, правда, не заметила какую. В автоматике есть вот такая вот штуковина, Thirsty Tank, штука, которая всасывает в себя в жидкости. И если ей дать вот этот апгрейд, на который у нас есть задание в разделе, все, форза хорошен. У нас еще что-то здесь откроется, только оно еще не открылось. Вот здесь, вот эта штуковина, это прям подсказка, Glyph of the Blind. Она будет доить, если его прикрепить до этого жаждущего Тэнка, оно будет доить коров. Вот. Вот, вот, собственно. Но я это сделала ручками, потому что, потому что это я и упор, то есть это мое второе имя. Вот как-то так. Откроем сумочки. У нас здесь Pure Certus Crystal. И что здесь надоют? Таумический топор? О-о-о. И таумический голем Advanced? Зачем? Зачем, ребята? Вы лучше инскрайбер мне вернули. Потому что без него вообще не фонтан. Вообще не фонтан. И сегодня я с вами хочу заняться, знаете, чем? Знаете, чем я хочу заняться? Я хочу сделать все-таки лазер. Вот этот. Вот этот лазер. И да, появились новые задания. Вот, как вы можете видеть, появилось задание. Сделать книжечку. Cooking of the Book Blockheads. Интересно. То есть это книженцы, которые... Ну, в описании написано, что как бы со всем разнообразием еды вы сойдете к тому, что будете жрать что-то сырое. Или, как я, сушеные мозги, вяленые мозги. И это книжка, 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 рецептов. Она предназначена для того... Вот, нету моего инскрайбера. Хнык, хнык. Предназначена для того, чтобы вы кушали что-то вкусненькое. Посмотрим, как она делается. Нам зелененькую надо. Вот эту. Нам просто надо пережечь книжку в печке. Книжку в печке. Пережечь. И ей плохо не станет. Вы серьезно? А у меня есть печка. У меня есть такая печка. Ты будешь жарить, нет? Ты не будешь жарить. О, ой, все. О, ой, все, сказала флешка и ушла, обидевшись. Давайте сделаем обычную печку. Возьмем в деревьях. Потому что мы что? Потому что мы суровы просто так. Стая бородатых мужиков. Да. Вот так вот. Вот так вот. И, кстати, ни одну книжку нам тут предлагают сделать. Видите, здесь будет еще какой-то следующий том. Еще и подставочка для книжечки. Ей, мы сделали книжечку. Та-да-дам! И в награду нам дают два алмазика. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное за это. И что я могу сделать с этой книжкой? То есть... Надо взять какие-то ингредиенты. Например, что у нас здесь есть. Давайте что-то возьмем вкусненькое. Возьмем, например, комбо. Возьмем хонекомбо. Возьмем томаты, салатик, сырого зомби. Что еще можно взять? Пшеницу взять, рыбку взять. Ммм, что еще можно сожрать? Мясцо. Зомби мозги. Я... Мне уже... Мне уже хватит. О! Смотрите! Из того, что у вас есть в инвентаре, вы можете выбрать, что можете скрафтить. Смотрите, как прикольно. Мы можем пожарить рыбку, сделать муку, сделать сочек. Такой сочек. То есть хлебушек, мясцо, салатик, супчик. Замечательно. Мы можем отсортировать имеющиеся у нас рецепты. О, это достаточно удобно, ребята, я вам скажу. Прикольненько, прикольненько. Одобрямс. Книжку поставим вот сюда. Пускай себе лежит на почетном месте. Итак, следующее задание. Что нам? Кукинга. Былбук. Это что-то два. И как ты делаешься? Вот зачем нам дали алмазики. Давайте я возьму еще одну книжку. Ту оставлю. Пускай будет себе. Она мне понравилась. Она мне очень даже понравилась. Сделаем еще одну. Сделаем как бы книжку рецептов покруче. Может, она вообще фокусы какие-то умеет делать и готовит вместо нас. И просто еще и с ложечки кормит. Это было бы забавно. Очень и очень забавно. Нет, второй уровень книжки. Вот так вот. Вот так вот. Отлично. Отлично. Во-первых, выполняем задание. Нам дают мясцо и железо. Наверное, в начале игры это было бы очень полезно. Но на данном этапе это уже как-то не очень. Чем же ты отличаешься, красавица? Давайте возьмем... Хани, хани, хани. Возьмем медок. Мне интересно, что можно с медком делать-то? Что у меня еще есть? Что у меня... У меня еще есть, кстати, молочко. И пшеницы возьму. Вот. Вот что мы можем сделать. Не знаю, чем эта книжка отличается. Сейчас почитаем в заданиях. Собственно, почему мы добавляли к этой книженце крафтинг-стейшены и еще и алмазы? Наверное, крафтинг-стейшен, причем две штуки, это чтобы на каждую страницу по крафтинг-стейшену, а алмазы это чтобы задобрить. И теперь нам не надо переключаться между книжкой и крафтинг-стейшеном. Прямо здесь можем крафтить хлебушек. А мясо я так могу крафтить? Нет, мне надо все-таки его пожарить. И я могу сделать вот медовый хлебушек. Ом-ном-ном. Хлебушек с медом. Какая вкуснятина. Отлично, отлично. Это задание мы выполнили. Еще нам тут предлагают сделать... Вау, 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 вау. Смотрите, ребята, какие штуковины для нашей кухни. Вау, мне очень это нравится. Давайте, что нам надо сделать? Нам надо сделать кукинг-тейвл. Кстати, что это за мод? Это кукинг-фор-блок-хэтс. Сейчас просто-просто возьмем и откроем этот мод полностью. Итак, нам предлагают сделать раковину. Я могу сделать раковину? Нет, у меня нет ведра воды. О, из ночуры что-то можно вот так вот сделать интересненько. Пойдемте, наберем водички. А то как-то вообще не это. И у меня наконец-то вот здесь начали спауниться животинки. Я не знаю, почему они раньше там не спаунились. Но я время от времени захожу, там убиваю их. Развлекаюсь, так сказать. Сгоняю на них свое нервное напряжение. Итак, делаем раковину. Есть раковина. Дальше что нам предлагают сделать? Кукинг-тейвл. Кукинг-тейвл. Книжку. Книжку забираете от меня. Black Stained Clay. На тебе. Книжку забрали у меня. Toolwreck. Toolwreck. Это, наверное, чтобы развесить свои... Ой. Эй. Игра. Игра немножечко под это. Подкапризничала. Прям музыка даже пропала. Оу-оу. Игра капризничает. Это бита. Сделаем две такие штучки. Дальше что нам предлагают сделать? Печку. Black Stained Glass. У меня нет такого стекла, ребят. Держите. Как же все намного проще, когда у тебя есть Applied Energy Stick. И холодильник. Серьезно? Холодильник это сундук с железной дверью? Серьезно? Хоть бы льда добавили, что ли? И так. И так. Надо будет перестроить мою кухню. Здесь мы все выполнили. Мне тут шарик теста предлагают. Pick one. Так, здесь только one. Уф. Уф. Ой, все. Алюминум кустик. Есть. Есть. А это сейчас мы расставим. Больше ничего из этой ветки не добавилось. Вот это надо бы сделать, но это надо открыть. Открыть. Изучение. Ну что ж, это надо будет убрать. Чем тебя убрать? У меня есть чем убрать? Акс. Хоть как... Не, не, этим аксом нет. Не надо, пожалуйста. Возьмем лучше вот этот тумический. Потому что тем аксом я как долбану, так пол дома снесу. Акс. Вот этот возьмем. Так уж и быть. Ломать так ломать. Посмотрим, что мы здесь можем поставить. Тумбочки мы потом перенесем. И так. Поставим, поставим. Значит, еще одну плиту поставим рядышком с этой. Ей. Знаете, она выглядит не так прикольно. Кукинг тейбл тут поставим. Вообще, и не соединяются. Мойку здесь. О, она брызгает водой. Иу, 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 иу. Интересная механика. О, а здесь можно выложить вот все эти штуковины. Вот это интересно. А, а здесь просто можно крафтить. А почему нельзя выложить все штуковины эти? Иногда что же надо? И у нас остались вот эти тулреки. Давайте вот здесь так вот сделаем. Не знаю, что на них можно повесить. Отдай топор. Но он не отображается. Это печально. И холодильник. Ммм. Тумбочку я сюда верну одну. А холодильник поставим где-то с полку. Как-то вообще нет места для холодильника. Уруру. Уруру. Ну что здесь? Выглядишь ты, конечно... О, открываешься миленько. Открываешься миленько. Такой бюджетный студенческий холодильник. Хорошо. С этим мы разобрались. Вот и супер. Хочу я сегодня сделать наконец-то вот этот лазер из Assembly Line. Мне кажется, что это уже будет последнее задание из этой ветки Assembly Line. Так что... Лазер дриль при чарджер. Лазер дриль. Вот. Сам лазер дриль и лазер дриль при чарджер. Кстати, лазер дриль. Мне кажется, что я даже тебя могу сделать. Нет. Мне надо вот с этой штуковиной сделать. Это glowstone. Вот такие вот иллюминатор фреймы, которые надо наполнить glowstone. Сколько их надо? Две? Мне кажется, что их только две надо. Glowstone у меня есть жидкий. Так что сейчас пойдем наполнять. Харт-люминный глаз. Итак, что у меня здесь находится? У меня здесь пусто. Так что сейчас вот так. Возьмем, возьмем, возьмем ноду. Liquid ноду. И скажем, что ты вот синенький заливаешься сверху. И заполни мне вот эти штучки. Эй! Работает? Мне очень нравятся вот эти лампочки из Thermal Extension. Выглядят они просто бомбезно. Вот бомбезно. И включать их можно. Ну, то есть не обязательно им Redstone сигнал подавать. Работают они замечательно. Все, лазер дриль у нас есть. Теперь нам надо сделать лазер дриль претчарджер. А, опять-таки нужна вот эта штука заполненная. Нам нужны еще вот эти Hardened Luminum Glass. Это... Стоп, 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 стоп. Нет. А, тебе подойдет и обычный Hardened Glass. А что ж ты выпендриваешься-то? Hard... А у меня нету ни того, ни того. Окей. Obsidian. Obsidian в пыли у нас есть. И лит. И лит. Инга, ты тоже у нас есть. Так что отправляемся к нашей печке. И... К тебе? Нет. К тебе. Вот так вот. Нам буквально надо пару штучек. Вот так вот. Еще пару. Ну и все. Пускай себе делается. А мы пока что эти сделаем и зальем в них Glowstone. Надо было как-то поудобнее себе сделать проходы. Все, 4 штучки на Glowstone сейчас сделаем. Они быстренько заполнятся. И тогда займемся уже линзами. И там надо будет еще вот этот розовый кристалльчик. У меня розового слайма накопилось там. Надо просто взять ведерко, налить его в ямку и появится розовый слайм. Вот. Надо ли делать... Здесь лак у меня стоит 450. Надо ли делать его в автоспавнере? Я даже не знаю. Потому что зачем мне столько этого розового слайма, если у меня его на один раз. Вот кристалльчик. Пил пил пинк слайм блок. Ой, 9 штук. Надо. Давайте попробуем. Одного призовем. Коробки уйдите. В принципе, у меня этого розового слайма сколько есть? 8 ведер. И это я уже давно остановила. Вот еще 7 осталось. Не так долго оно и добывается. Давай. Что-то с тобой надо сделать или нет? Что ты мелкий такой? И сколько с тебя? 5. 5 с 1. Это нормалек. А большой получишься? Да. 8. Ну, еще одного. Походу, надо будет делать автоспавнер. Мне очень этого не хотелось. Но, походу, надо будет. Что-то они очень жадные. Какие-то мелкие и жадные. Давай, появляйся. Эй-хей. Ку-ку. Аху-ху. Эй, 11 штучек. Полетели. Полетели делать розовый кристалличек. Значит, нам надо его сделать блок. А потом этот блок обжарить, да? Просто обжарить. У нас даже печка здесь стоит. Вот такая вот. Еще как-то его можно сделать? Нет, только жарить. И только из блока. Отлично. Отлично. Это все сбрасываем в систему. И... Laser Drill Precharger. Что тебе опять не хватает? Hardened Glass. Ах. Ой, все. Ой, все, как я люблю говорить. Есть. 32 штуки. Этого тебе должно быть предостаточно. И потом нам надо сделать уйму, уйму всяческих линз. Лазер Фокус Ред и Лазер Фокус Уайт. Давайте посмотрим, как делается Лазер Фокус. Лазер Фокус Уайт. Делается вот таким вот макаром. И делается из просто стейнед глэсов. Как-то так. Лазер Фокус Уайт. Есть. Оранж. Пинг. Ред. А, а что тебе не хватает? А, тебе надо крашеное стекло. И... Что? У меня нет красного красителя? Да вы смеетесь. Ред. Ред? Ну вот. Есть. Пестел. Ну вот, сейчас сделаем красный краситель. Просто смеетесь тут надо мной. Вот так вот. Ой, все. Ред. Почему ты не можешь подтянуть? О, а ты не красишь так. Окей. Вот так ты красишь. Хорошо, хорошо. Я не буду. Что-то здесь не так. Ред стейнед глэс. Почему это тебе не подходит? Стейнед глэс, пейн, ред. Все нормально. Все нормально. Что не так? А, оно не хочет так крафтиться. Почему-то белый скрафтился вот с этих... А, потому что это было Майнфактори Релоудед. А это просто Майнкрафтовское. Хорошо. Давайте сделаем стекло Майнфактори Релоудед. Окей. И как ты делаешься? Ты делаешься из стекла. Из обычного стекла. Ну вот, собственно, с глиной надо было его делать. Ей, наконец-то у нас нужные пластинки. Вот эти. Столько рецептов, столько рецептов, что можно в них просто заблудиться. И сумочка. Ей, ветка закрыта. Все. Assembly line. Assembly line. До свидания. Power Grid так и не открылся. Я не знаю, почему, но не открылся. Mystical Blood. Работать и работать. Тауматургия вообще просто без комментариев. И в Applied Energetic хотелось бы, конечно, доделать вот этот Arcan Assembly. Давайте откроем сумочку. Golem. Golem. Еще один. Отлично. Возьму-ка я покушать помидорку. Все равно есть у меня кулинарные книжки. Кстати, где мои мозги? Да, прозвучало, как всегда, шикарно. Где мои сушеные мозги? Потому что аспекты мне все еще нужны. Надо было запустить опять-таки свой цветок в нюн. Потому что мне очень и очень не хватает этого кусочков знаний. Давайте посмотрим, как делается Arcan Assembler. Arcan Assembler где-то, где-то. Вот Arcan Assembler, он делается из различных вот этих кусочков, шариков, из modular assembler. Сон засветит прямо в монитор. Ничегошеньки не видно. Есть. Модулярный этот ассемблер. Есть такая буква в нашем алфавите. Итак, это будет инфузия. Я надеюсь, в этот раз она пройдет успешно. Есть. Нам нужны шарды. Причем все. Все базовые шарды. Шарды. Значит, этот балансный, земляной, беспорядка, огня, воды и порядка. 8, 7, 7. Что еще нам понадобится? Нам понадобится еще палочка. Палочка железная и полностью заряженная. Вант железный и полностью заряженный. У меня такой есть. И один вант для активации ритуала. Так, это сейчас мы все расставим по полочкам. Я опять-таки не буду заморачиваться насчет. Так, надо все выложить, потому что я сейчас точно кого-то повторю. Вот, есть. Теперь порядка, земли, беспорядка, огня, воды и, собственно, палочка. Есть. Есть. Все есть. Теперь надо бы озадачиться аспектами. Какие здесь есть аспекты? Итак, поехали проверять, чего у нас есть. Мне тут писали, что я позапрошлой серии пробовала запустить эту инфузию, но она у меня не запускалась. Итак, солнышко должно быть 16. Солнышко есть 66. Отлично. Дальше. Молоточек 64, металлум 8 и пермутацию 32. Молоточек, фабрицию, много есть. Металлума дофигища и пермутацию тоже много есть. Это же тот молоточек. Вот. И магия 16 и витриус 8. Магии много и витриуса также много. Так что оно должно запуститься. Но оно не запускается. Поехали ставить это в банки. Банки так банки. Это был еще один совет, вот как бы как это сделать. Поехали. Значит, мне нужен аспект металлума. Есть металлума. Дальше. Магический аспект мне нужен. Есть. Вот этот алмазик. Алмазик. Есть. Молоточек есть. О, меня накрыло. Молоточек есть. Пермутацию. Есть. Солнышко. Есть. Что-то еще надо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть аспектов. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, шесть аспектов. Вот. Всего есть. То есть сказать, что я что-то пропустила, вы уже не сможете. Все есть и в полном объеме. Сейчас мы все это выставим по периметру. Все есть. И все равно оно не запускается, ребята. Что не так? Скажите мне, что я делаю не так? Так, больше никаких условий здесь не указано. Давайте откроем. Это у нас... Таумик Энерджистикс. Это у нас Аркан Ассемблер. А вот где собака порылась. Смотрим в Нее. Здесь у нас Iron Capped Wooden Wand. Открываем наш Тауменомикон. А здесь у нас Таумический. Таумик Бейсит Сильвервуд Скипетр. Вот так вот. Сильвервуд Таумик Бейсит Сильвервуд Скипетр. Вот. И его... Вант, вант. И его, походу, надо будет зарядить полностью. Полностью заряжен должен быть. Давайте попробуем с незаряженным. Нет, с незаряженным не работает. Так что отправляюсь я сейчас в ад. Заряжаю Скипетр по-быстрому. И возвращаюсь к вам. Ну вот. Много ли, мало ли. Заряжен. 150. Еще и попутно палочки чуть-чуть подзарядила. Это что у меня. Ну так, знаете. Если какие-то аспекты уже заполнены, можно чем-то еще заняться. Отлично! Теперь идет инфузия. Так что это были... И главное, вы же с такой уверенностью мне утверждали, что нет, оно с системой не будет подтягивать. Поставь банки. Вся проблема именно в банках. А то, что проблема в рецепте, никто даже не заметил. Вот так вот, ребята. Я верю вашим комментариям. Иногда даже уточняю. Уточниваю. Ну, господи. Уточняю. Это догадка или это точно-точно-точно. И вы говорите точно-точно-точно прям Верняк Верняковый. А нет, неверняк. Ну что ж, с кем не бывает. Так, что сейчас мы закроем еще одну веточку. Я очень надеюсь. Все сейчас гладенько пройдет. Дотягивает, дотягивает аспекты. Дотягивает их, как видите, с системы. Того, чего не хватило в системе, оно из баночек дотягивает. Я, видимо, все вылила из этого. В общем, инфузия решила, что будет дотягивать оттуда, откуда ей удобно. Но если бы не было банок, оно бы тянуло только с системы. Потому что в системе мы проверили, всех аспектов было предостаточно. Все. А, еще кусочки сейчас будет затягивать. Я такая, все. Давай, затягивай шардики. С шардами уже все в порядке, потому что если на пьедесталах что-то стоит не то, инфузия просто не запустится. Если у вас аспектов не хватает, то инфузия запустится и будете иметь полный фиолетовый бодобум. А если вот на пьедесталах что-то не так, то просто не запустится. Вот такая вот шикарная штуковина у нас есть. И я выберу... А, там даже не выбирать. Лампы. Серьезно. Лампы. Ой, все. Вот там и лежит лампа. Ну что ж, эта ветка тоже закрыта? Опа. Нет, не... Что? Здесь что-то еще не открылось? Джейдед Кэт. Да ты меня троллишь. А у меня почему-то колечко перестало работать. Давай. Возвращай мои зеленые сердечки. Ну что ж, ребят, на этом, думаю, все. Мы с вами немножечко покрафтили, поубивали розовых слаймов. Больше они мне не нужны будут, кстати. Дальше надо упарываться в магию. А для этого мне надо... Я уже по сангвиманси поглядела. Я только не знаю, как набирать вот этот вот уровень Коррабшина. Или как он там называется. И да, надо бы ритуал заменить. Я уже о нем говорила. Уже, наверное, в трех сериях я о нем говорила. Но так и не заменила. Так что будем упарываться в этом направлении. Потому что и первую ветку я не закрою без сангвиманси. Потому что здесь Soul Dimension есть. Диптарк я уже сделала. Сюда сходить куда-то надо. И в Last Millennium куда-то надо сходить. Тоже интересненько. Так что будет еще серия с путешествиями. Очень жаль, что убрали этот блок. Я не знаю, по какой причине. Он достаточно дорогой был в крафте. Много жрал энергии. То есть никакого дисбаланса я в нем не вижу. Есть много более дисбалансных вещей на этой карте, чем вот Inscriber. Ну что ж, так решила Джейдед Кэт. Значит, так тому и будет. На этом все. С вами была Аграрная Флэшка. И всем пока-пока!